В этом видео вы узнаете, как работать с графами в MATLAB. Графы появились как новый тип данных в релизе 2015-B и входят в состав MATLAB. Посмотрим на первый пример работы с графами. Для начала создадим пример графа при помощи команды graph и выведем его на экран. Мы создали первый граф. Этот граф является объектом и если посмотреть на рабочую область мы видим объект G типа graph. Теперь, как и для любого объекта, мы можем изменять его свойства. А также запрашивать эти свойства. Теперь создадим, построим граф, представляющего L-образную мембрану, построенную из квадратной сетки со стороной 12 узлов. и выведем его на экран. Перед нами построенный граф. Мы можем окрасить узлы графа на основании их степени и сохранить необходимую нам информацию. Далее, для такого графика мы можем задать ширину линии ребра в зависимости от ее веса. У нас нет весов для ребер-графа, поэтому мы добавим их в виде целых чисел при помощи команды на строке 42. Далее мы пронормируем эти веса так как толщина линии более чем 7 единиц становится нечитаемой. Теперь из графов мы можем извлекать подграфы и извлеченный подграф будет наследовать свойства родительского графа. Далее мы можем промаркировать узлы и ребра. Например, для ребер толщиной более 6 изберем маркировку large. Для графов мы можем находить кратчайшие пути при помощи функции shortest path и соответственно подсвечивать этот путь на графике графа. сейчас мы нашли кратчайший путь основываясь на весах ребер. Однако мы можем найти кратчайший путь не принимая во внимание веса ребер. и подсветим его другим цветом. Перейдем к более интересному примеру графу типа Миртесен. Графы класса Миртесен и модель Fatsa-Strogatz основанная на этих графах могут быть определены следующим образом. Модель Миртесен это такой граф который определяется как сеть в которой типичное расстояние между двумя произвольно выбранными вершинами растет пропорционально логарифм от числа вершин в сети. Примерами таких графов являются граф авиарейсов а также небезызвестная теория шести рук пожатий. Используется следующая терминология как Hub Hub является вершиной у которой большая степень вершины. Итак я создал функцию watts строгоц точка m которая реализует этот граф. Эта функция применивает в себя три аргумента n количество узлов k который влияет на количество вершин и на среднюю степень узла а также коэффициент вероятности бета где бета равная нулю является абсолютно детерминированной системой и бета равняется единице показывает что граф абсолютно случайно. Давайте посмотрим на различные значения бета бета построим граф ватса строгоца для бета равняется нулю. Теперь увеличим коэффициент бета до пятнадцати сотых отлично теперь посмотрим на коэффициент бета равной половине и создадим наконец абсолютно случайный граф. Теперь посмотрим на распределение степеней вершин построим гистограмму. Мы можем заметить что по мере увеличения бета у нас появляет происходит сжатие области трех сигма для этого распределения. граф ватса строгоса имеет большой коэффициент кластеризации и поэтому узлы будут формировать маленькие группы очень тесно связанных узлов. По мере увеличения коэффициента бета мы можем заметить возраст возраст количества таких узлов и мы можем построить таблицу которая будет отражать среднюю длину пути в зависимости от бета. посмотрим на эту таблицу мы можем заметить что по мере возрастания коэффициента бета происходит сокращение средней длины пути между вершинами графа. Теперь мы можем подкрасить наши хабы в зависимости от степени вершины и будем управлять размером точки как было показано в предыдущей демонстрации. Так мы можем посмотреть на формирование хабов. Это была финальная часть демонстрации работы с графами в MATLAB. Большое спасибо за внимание.